Семейная реликвия, почти святыня, сегодня музейный экспонат, эксклюзив памяти поколений. Это лик Барнаульца Павла Николаева. В 43-м он погиб под Смоленском. Так его увековечила мама. Она из этой фотографии сделала такую иконку в переносном смысле. И многие годы она у ней висела на стене. Этот снимок, на мой взгляд, говорит больше тысячи книг и о том, что пережило это поколение. 18-19-летних мальчишек. Он ушел, от него осталась только фотография. Павел был одним из 700 тысяч бойцов, призванных в Красную армию с Алтая. Массово отряды из Барнаула, Новосибирска, Томска, Омска стали прибывать на фронт для битвы под Москвой. Тогда впервые заговорили о силе сибирского духа. То боевое крещение прошел Алексей Скурлатов, прототип памятника Алёше в Болгарии. Когда эти снаряды рвались, я так припал, и меня засыпало землей, и голову. Кто-то землей пробил, а командирцы сидели рядом, и, значит, они сидели вместе, и напалало обоих. Вот и видишь как. Скурлатов уверен, ему везло. Впрочем, так считают многие, кто стоял на крое жизни. Еще один наш легендарный земляк, конструктор Михаил Калашников, хрупкость жизни осознал настолько, что в госпитале вдохновился на свое главное изобретение. Вот тогда, будучи раненым, я начал думать, они взяли попытаться самому сконструировать, изготовить, ну, хотя бы пистолет, пулемет, чтобы каждый солдат мог вести автоматический огонь. Но война была не только на фронте. В тылу шла своя борьба за мир. Всем тем, кто в тылу делал нам патроны, снаряды и все остальное, спасибо всем. По 12 часов работали, с 8 до 8, а в пересменку даже и по 16 часов. Патрон покрутит, покрутит, так вот это, подресет, а потом на него это, проснется опять, вот так вот и делали. По мнению политологов, даже перенесенный праздник и парад исключительно по телевизору долгожданные. Это уже парад победы, да, и вот демонстрация того, что вот армия, которая победила нацистскую Германию, да, вот она существует и сейчас, есть преемственность, военная мощь нарастает, растет, и это же все равно некое чувство защищенности. В любом случае будут сейчас смотреть, кто к нам прилетел, не прилетел из-за мировых представителей, да, потому что там, ну вот, лидеры СНГ. Мини-автоаппарат прошел в Барнауле. Не танки, но техника с флагами России и СССР. О празднике жителям напоминали сами барнаульцы. Хотя сколько бы раз за год не праздновали День Победы, главное сохранять благодарность к тем, кто ее приближал. А это возможно в любой день. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.